Ненецкий округ по-прежнему живет взаймы. Исполнение бюджета остается напряженным. За минувшую неделю в казну региона поступило доходов на сумму 230 миллионов. При этом израсходовано более 512 миллионов. Из них на содержание казенных учреждений потрачено порядка 13 миллионов. Более 4,5 миллионов на содержание органов государственной власти. О состоянии казны региона сообщила руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого округа Татьяна Лагвиненко. На оперативном совещании при губернаторе. 110 миллионов рублей на минувшие недели составили субсидии бюджетным учреждениям на образование, культуру, спорт, здравоохранение и соцзащиту. Порядка 58 миллионов ушли на социальные выплаты населению. 38,8 миллионов рублей в форме субсидий направлено на поддержку юридических лиц. Бюджетные инвестиции в госсобственность составили 242,2 миллиона рублей. Это два объекта – федеральное софинансирование школы на авиаторов и дорога на Ренмарусинск. По информации главного финансиста региона, на минувшей неделе округ привлёк бюджетный кредит в сумме 500 миллионов рублей. Таким образом, государственный долг на сегодня составил 4 миллиарда 600 миллионов, превысив предельный размер установленного в регионе госдолга. Делано это для покрытия кассового разрыва. В своё время, это допустимо по бюджетному кодексу, в своё время, ещё в конце января 2016 года, Департамент финансов предупреждал всех главных распорядителей бюджетных средств о ситуации, к которой мы сегодня подошли. Значит, мы направляли всем письма после получения прогноза по Харигинскому СРП. Если сейчас вы посмотрите на диаграмму, то за 9 месяцев окружной бюджет получил собственных доходов менее 50% годовых назначений, о чём мы предупреждали в своё время, в начале года. Мы сейчас живём за счёт кредита. Сегодня регион живёт в режиме жёсткой экономии. По ряду причин Минфин отказывает Неницкому округу в федеральных средствах. Среди них высокий уровень бюджетной обеспеченности на одного жителя округа, высокая средняя заработная плата по региону, большие расходы на органы государственного управления и огромное количество социальных выплат, большинство из которых не отвечают критериям адресности и нуждаемости. По словам Татьяны Лагвиненко, сегодня администрация региона принимает ряд непопулярных мер с тем, чтобы оптимизировать расходы региона. Это вынужденные меры с тем, чтобы на сегодняшний момент выжить, поскольку следующий год будет сложнее по следующим причинам. В связи с низкими ценами продолжается снижение доходов от налога на прибыль нефтяных компаний. Доходы от Харягинского СРП будут ненамного выше уровня этого года. Но в следующем году нам придётся уже полностью платить за полученные коммерческие кредиты. Если в этом году у нас был маневр с бюджетными кредитами, то в следующем году эти расходы составят более 600 миллионов рублей. И наступают сроки возврата полученных коммерческих кредитов. Поэтому призываю всех руководителей отнестись к этому очень серьёзно и начинать серьёзную работу по оптимизации расходов. Напомню, по ранее озвученной информации, доходы бюджета Неницкого округа в следующем году, по сравнению с запланированными на этот год 16,5 миллиардами рублей могут снизиться на 30%. Такие цифры содержатся в предварительном прогнозе социально-экономического развития округа на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов.